На выставке Tata AgroExpo 2024 в Казани показали большое количество сельхозтехники, подходящие как для крупных агрохозяйств, так и для мелких фермеров. Из всего многообразия агромашин и мероприятий в преддверии новой посевной кампании мы бы хотели обратить отдельное внимание именно на селки. На примере экспозиции производителей и дилеров события мы хотели бы показать, какими посевными орудиями фермерам по Волжье предлагают сеять в этом году. Российский дилер Helios Agro привез на выставку несколько моделей посевных комплексов немецкого бренда Horsch. На стенде компании можно было увидеть и современный Horsch Ferti Prof в паре с комбинированным почвообрабатывающим агрегатом Tiger 4MT и высокопроизводительный посевной комплекс Pronto 6DC, ширина захвата 6 метров, двухсекционным бункером для семян удобрений емкостью 5000 литров и с 40-классошниками. И Maestro 16 SX с дозаторами нового поколения Airwag и Airspeed. При этом, на наш взгляд, аграриям стоит обратить внимание на относительно новый посевной комплекс для прямого посева Horsch Avatar 12.25 SD. Агрегат оптимально подходит для точного посева по технологии Nautil, механического контроля сорняков и имеет малое тяговое сопротивление вследствие незначительного нарушения структуры почвы. Avatar представляет собой относительно легкую машину с интегрированной функцией перераспределения веса для одинакового давления на все высевающие сошники. Комплекс комплектуется сошниками сингл-диск, опцией секшн-контролл, двухкамерным бункером объемом 6500 литров для семян удобрений, и компактным баком мини-дрилл на 400 литров для микрогранул. Машина уверенно себя показывает как при работе с сухими, так и влажными почвами. При весе в 10 тонн селка может использоваться с трактором мощностью от 185 до 250 лошадиных сил. Транспортная ширина составляет до 3 метров. Обширную линейку техники также продемонстрировало российское представительство бренда Amazon. На своем стенде отечественная компания показала уже проверенную временем селку Citan 12000 с рабочей шириной захвата 12 метров. Техника способна одновременно вносить три вида посевного материала и эффективно работать на скорости на 16 км в час. Главным рабочим органом является Sashnic Rotec Pro. Для агрегатирования понадобится трактор мощностью от 200 лошадиных сил. Еще одна модель – селка точного высева Presea 6000. Производство этой техники полностью освоена компанией Евротехника в Самарской области. Селка имеет рабочую ширину захвата 6 метров и возможность внесения удобрений, а также работы по межнуряде 70 см и 8 рядками кукурузы. Машина оснащена V-образными гладкими прикатывающими катками и увеличенным до 70 литров семенным бункером. Для агрегатирования подойдет трактор мощностью от 200 лошадиных сил. Третья модель – селка Amazon D9-6000TC с функцией внесения удобрений. Рабочая ширина захвата 6 метров, бункер на 1640 литров для семян и 1160 для удобрений, дисковые сошники Rotec Plus, центральная регулировка давления сошников и штригелей, а также равномерная глубина высева. Требуемая мощность трактора составляет от 80 лошадиных сил. Важно, что на все селки бренда распространяется действие отечественной программы субсидирования номер 1432. На выставке показали и новую прицепную высокоскоростную пропашную селку точного высева маски Гаспарда Хрона 708 с высевающими дисками на подсолнечник и кукурузу. Машина комплектуется монитором Тач 800, инновационным электрическим высевающим аппаратом Хрона с вакуумной системой и с новой пневматической системой для транспортировки семян в борозду. Селка может работать независимо от почвенной обработки, прямой посев, минимальная или классическая обработка почвы. Модель комплектуется 8-ю сошниками, бункером для удобрения емкостью 1600 литров и подходит для работы с междурядем 70-75 см. Скорость работы селки до 15 км в час, транспортная ширина 3 метра, а необходимая мощность трактора от 130 лошадиных сил. Селка Mattermag MS 8100 также дебютировала в Казани. Это модель прицепного типа, где высевающие секции монтируются непосредственно на основной жесткой навесной балке. Пропашная вакуумная селка точного высева с внесением удобрения оснащена дисковым сошником, который подходит для посева в обработанную почву семян подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, тыквы, а также сои и гороха. Система посева состоит из двух дисков, соприкасающихся и наклоненных друг к другу. Диаметром 390 мм. Они позволяют постоянно поддерживать заданную глубину высева. Сдвоенные диски хорошо работают, когда много пожневных остатков на поверхности почвы. Контроль глубины осуществляется двумя прорезиненными колесами, напротив точки падения семян. Посев осуществляется с междурядем от 45 до 75 см. MS 8100 отличается простой и понятной конструкцией, и при этом компактными размерами. Количество рядов, с которыми может работать селка, от 4 до 12. Объемы бункеров для семян варьируются от 200 до 600 литров, для микроэлементов от 50 до 150 литров. Требуемая сила тяги составляет от 80 до 110 лошадиных сил. Еще одна импортная модель, но показанная российским дилером. Прицепная пневматическая селка Lemkin Solitaire 12. Модель имеет рабочую ширину захвата 12 метров. Solitaire 12 – самая широкозахватная пневматическая селка из всего модельного ряда бренда. Селка эффективно работает как по обработанной почве, так и по мульчированному слою. Она создана преимущественно для хозяйств, которые располагают значительными пассивными площадями. В качестве главного рабочего органа выступают двухдисковые сошники, которые расположены с шагом 15 см. Опционально доступен вариант селки с шагом 12,5 см. Сошники расположены в шахматном порядке, что уменьшает вероятность нагребания и забивания растительными остатками. Крепление двухдисковых сошников к несущей балке реализовано при помощи параллелограммной подвески. Такое решение делает возможной независимую регулировку давления сошников и глубины заделки семян, а также копирование рельефа поля. Бункер имеет суммарную емкость 5800 литров и разделен на два отсека для семян удобрений в соотношении 60 на 40. Селка Линкс 8 Плюс с рабочей шириной захвата 6 метров. Она предназначена для высева семян кукурузы и подсолнечника с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках. Точность распределения семян достигается за счет применения высевающих аппаратов с вакуумной системой дозирования семян. Высев на заданную глубину обеспечивается двухдисковым сошником с двойными колесами-копирами, а прикатывание осуществляется V-образно. Агрегатирование модели возможно как в навесном, так и в прицепном варианте с тракторами от 130 л.с. Количество рядов 8, максимальная рабочая скорость 8 км в час, ширина междурядей 38-75 см, а максимальная глубина заделки составляет до 10 см. Машина комплектуется 8 ящиками для семян объемом 45 литров и двумя бункерами для удобрений вместительностью по 500 литров каждый. Российский производитель Fiat Agro представил посевной комплекс серии N12000. Он предназначен для высевозерновых, зернобобовых, мелкосеменных, масличных культур, а также трав по минимальным Minitil и нулевым No-Til технологиям с одновременным внесением сухих гранулированных удобрений. Особенностью данного посевного комплекса является однодисковый сошник, смонтированный на предпружинном литом жестком рычаге с опорным резиновым прикатывающим колесом, что позволяет развивать усилия врезания до 180 кг. Ширина захвата посевного комплекса составляет 12 метров, что позволяет в сутки засевать до 200 гектар и за посевной период до 9000 гектар. Комплекс имеет простую конструкцию и надежен в эксплуатации. Объем бункера 6,8 кубических метра. Он разделен на две части в соотношении 40 на 60. Рекомендуемая минимальная мощность агрегатируемого трактора должна быть не менее 420 л.с. Посевной комплекс также оснащен системой контроля высева «Скиф» от российского завода «Радиан». Среди других отечественных решений на «Татаграэкспо» две селки производства завода «Агромастер» Республика Татарстан. «Агратар-6000М» имеет рабочую ширину захвата 6 метров, весит около 5 тонн и комплектуется с сошниками в количестве 40 штук. А также двухсекционным бункером объемом 4,3 кубических метра. Селку можно агрегатировать с тракторами мощностью от 82 до 130 л.с. В свою очередь агратар «Диск-9000» оснащается 60-ю сошниками и двухсекционным бункером для семян удобрений объемом 6 кубических метров в соотношении 60 на 40. Рабочая ширина захвата посевного орудия составляет 9 метров. Модель весит 8,3 тонны, работает с междурядием шириной 150 мм и имеет маркер длиной 4600 мм. Давление на сошник варьируется от 40 до 75 кг, а заглубление от 2 до 10 см. Производительность загрузочного шнека составляет 600 кг в минуту. На выставке показали и две быстрицы. Обе модели представляют собой универсальные пневматические селки с рабочей шириной захвата 6 и 7,2 метра соответственно. Они подходят для посева зерновых, среднесеменных бобовых культур, а также крестоцветных, рапса или редьки масличной, клевера, тимофеевки и люцерны. Обе машины могут одновременно вносить под посев гранулированные мини-удобрения и агрегатироваться с тракторами тягового класса от 1,4 до 2,0. На селке установлены однодисковые сошники с индивидуальной регулировкой заглубления. Ширина между рядей 150 мм. При этом производительность за час основного времени различается. У S6MP2 она составляет 6 гектар в час, а у S7MP4 7,2 гектара в час. Бункер имеет объем 1,8 кубических метров. Пензенский производитель Белинск Сельмаш показал свою обновленную селку Астра 5,4А премиум. Это универсальная зерновая селка для рядового посева культур по традиционной технологии. Она может высевать зерновые, пшеницу, рожь, ячмень и овес, а также зернобобовые, горох, фасоль, сою, чечевицу, нут и люпин. Техника получила увеличенные зернотюковые бункеры. А возможность простой и быстрой настройки селки с одной культуры на другую делают ее максимально универсальной. Ширина захвата составляет 5,4 метра. При скорости от 9 до 12 км в час селка может обеспечивать производительность до 6,5 гектар в час. Количество рядков 36 штук, ширина междурядей 15 см. Бункер для семян емкостью 1000 литров, а для удобрений емкостью 500 литров. Машина может работать с нормой высева семян от 0,7 до 400 кг на гектар. Глубина заделки семян удобрений варьируются от 1 до 10 см. Давление сошняка на почву составляет 65 кг. Бобруйский граммаш представил свою селку Березина 9600У. Это пневматическая селка ширина захвата 9,6 метра. Она предназначена для высева зерновых и зернобобовых культур, а также посева трав и рапса. Селка имеет два двухсекционных бункера объемом 2,5 кубических метра с возможностью внесения удобрений. Двухдисковый сошник с опорным катком, являющийся аналогом рабочего органа от известного немецкого производителя посевных комплексов, пневматическую систему высева и четыре высевающих аппарата, позволяющих высевать от 1 до 300 кг на гектар. Привод вентилятора осуществляется от вала отбора мощности трактора. Селка агрегатируется с машинами мощностью от 150 лошадиных сил. Агрегат разрабатывали в течение года и в течение трех лет тестировали на землях Беларуси. Сейчас селку привезли в Татарстан. В заключении отметим, что на выставке мы также нашли посевной комплекс CD872 Cedar от канадской компании Borgout. На каких условиях, учитывая внешний геополитический фон, данное решение поставляется в нашу страну, конкретно выяснить так и не удалось. При этом посевной комплекс был представлен местным дистрибьютором в России. Посевные комплексы этого бренда способны хорошо следовать контурам рельефа. Они за один проход обеспечивают внесение стартовых удобрений в рядки и азотных удобрений в междурядье с системой MRB. Семена в зависимости от культуры можно высевать с нормы высева от 0,5 до 350 кг на гектар. Техника оснащена бункером на 7200 литров. Высевающими секциями с дисковыми сошниками PLW или PLR и имеет рабочую ширину захвата до 10 метров. Постарались вроде никого не пропустить. Если вдруг вы нашли еще какие-то селки на этой выставке, обязательно пишите в комментариях. А также рассказывайте, готовы ли вы к новой посевной компании, исправна ли ваша техника, есть ли на нее запчасти. Чем будете сеять в этом году, российскими селками или импортными? Рассказывайте свои истории в комментариях. Увидимся!